Тренер мужской сборной России прокомментировал эстафету «Газета Р. Спорт». Екатерина Кулиничева, Кантиулахти, старший тренер мужской сборной России Александр Касперович прокомментировал неудачу своих подопечных в эстафете на чемпионате мира по биатлону. А также ответил на другие актуальные вопросы относительно команды. Может ли малый хрустальный глобус, который мужская сборная России получила по итогам сезона в эстафетном зачете, служить в сложившейся ситуации хоть каким-то утешением? Только перед последним подъемом понял, что шансов нет. Мужская сборная России стала четвертой в эстафете на чемпионате мира в Кантиулахти. Гонку прокомментировали биатлонисты Евгений Гораничев, Дмитрий. Нет, безусловно, нет. Никакое это не утешение. Я даже не знал, что мы его завоевали. Ну, слава богу, хоть что-то есть сегодня. Это хорошая новость. Что можно сказать о выступлении Гораничева? Трудно сейчас что-то говорить по Гораничеву. По пристрелке, по настрою, по той работе, которую он делал, у нас не было никаких вопросов. На всех этапах Кубка мира он работал достойно. И здесь, чтобы на Лешке зайти на штрафной круг? Непонятно. Никаких внешних факторов, которые могли бы влиять на стрельбу, там не было. По всей видимости, переволновался. Сейчас только он может дать ответ на вопрос, что там произошло. Разброс промахов у него очень большой. Пули легли абсолютно в разные стороны, на 9 часов, на 3 часа. На стрельбе стоя он сработал хорошо, но там уже терять было нечего. Конечно, сегодня мы не получили тот результат, который ожидали от этого спортсмена. Мы с лета наигрывали его на первый этап эстафеты. И после того, как на этапе в Астерсунде он допустил те промахи, все равно продолжали работать с ним и ставить в состав. И у него неплохо получалось. Дали отдохнуть ему только в Хохфельцене, но это было по плану. Я не видел его сегодня непосредственно перед стартом, поскольку ушел на трассу. Но до этого, повторюсь, никаких поводов для беспокойства у нас не было. На пристрелке он сделал 10 чистых выстрелов, потом еще. А в гонке у него был очень большой разброс по промахам. Даже не габариты. В индивидуалке у Гораничева были те же проблемы на стрельбе. Их нельзя было решить оперативно сразу после. Нет, оперативно такое решить нельзя. Нереально что-то подкрутить у человека в голове, если он сам что-то себе придумывает. Даже жестким мужским разговором. В стрельбе такие вещи не допускаются. Иначе он может вообще ничего потом не сделать. Алексей Волков свой второй этап начал непривычно для себя быстро, разом отыграв почти 10 секунд. Но на стрельбе следом допустил два промаха. Он все делал абсолютно правильно и грамотно. Мы проигрывали столько, что нужно было рисковать. Волков и пошел. Именно поэтому он и допустил эти промахи. На этом чемпионате вы не раз отмечали, что спортсмены все делают правильно и готовы хорошо. Но результатов, на которые рассчитывали, нет. Это не везение. Третий стук по дереву мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на чемпионате мира в Кантиолахти. Первой тройки оказались немцы, норвежцы и... Вопрос с подвохом. Но я готов. Отвечат на любые. Невезение может быть один раз. А когда постоянно, это уже система. Конечно, на этом чемпионате команда не показала свой результат. В такой ситуации, когда после первого этапа команда проигрывала 50 секунд, еще можно на что-то рассчитывать. Конечно. На 2-3 запасных патрона меньше, и мы могли рассчитывать на многое. Вы сами все видели. Но было бы тяжело. Составы ведущих команд были достаточно сильными. Особенно на последнем этапе, где вообще не бывает слабых спортсменов. Тот же результат Шипулина не отражает степень его готовности. Но не забывайте, что ему еще дожать масс-старт. Поэтому на последней равнине он уже просто докатывал до финиша. Дмитрий Малышка достаточно много уступил на последнем круге. Кто-то помимо него рассматривался на третий этап. Да, у нас бы резервный спортсмен Максим Цветков. Но мы еще раз поговорили со спортсменами и приняли решение. Считаю, что Малышка отработал хорошо. Самой большой его проблемой здесь была стрелковая часть. Особенно из положения лежа, за стойку мы не беспокоились. Но Дмитрий справился. Но да, проигрыш на финишном круге был достаточно большим. Но на то есть ряд причин. Думаю, дело в том, что он также вынужден был начать этап не в своем темпе. Однако это была вынужденная мера. Начинать по нашей традиционной схеме, врабатываясь постепенно, возможности не было. И у спортсменов после первого этапа было задание сразу начинать работать мощно. У нас есть еще один запасной спортсмен, Алексей Слепов, который на этом чемпионате мира так и не вышел на старт. Не жалейте, что не дали ему шанса. Нет, я не жалею. Мы регулярно делали контрольные тренировки. Например, была такая и сегодня, и Слепов допустил 4 промаха. Изначально применительно к чемпионату мира мы рассматривали его только на спринт. Но в целом в этом году свои задачи Слепов выполнил полностью. Выступит на чемпионате Европы и повысит свои проценты точных попаданий в стрельбе лежа и стоя. Сейчас он готовится к этапу в Ханты-Мансийске, где будет стартовать. Вы наверняка сами видели его высказывание, что он понимает, сегодня в команде есть спортсмены сильнее него. Известный тренер Анатолий Хованцев выразил мнение, что на взгляд со стороны были допущены ошибки в подготовке на последнем перед чемпионатом мира сборе в Холмин-Колине. Я не согласен. Мне всегда смешно слушать, когда высказываются люди, которые не присутствовали на сборе. Я не могу говорить по каким-то другим командам, правильно они готовились или неправильно. По женской, которая готовилась в Рупольдинге. Или немецкой, которая поднялась в горы в Риднау. Или по Фуркаду, который проводил сбор в Уакате. План подготовки команды был утвержден. Сейчас нужно все посмотреть, проанализировать. В ожидании эстафетного прорыва российские биатлонисты не смогли повторить успех Екатерины Урловой в индивидуальной гонке. Что и заставляет с оптимизмом ждать мужскую эстафету. Но, допустим, если взять индивидуальную гонку, Гораничев работал на рубежах очень быстро, что для него не свойственно. Для чего он это делал? Ставил эксперименты. Нужно разговаривать с ним. Но сейчас, на чемпионате мира, спортсменов никто не трогает. Даем им спокойно настраиваться. Сегодня на собрании разберем сегодняшнюю гонку и будем готовиться к майстарту. Почему в эстафету здесь не рассматривался Лапшин? Вы же видели его результат в индивидуальной гонке. Сейчас он просто перегорел. Мы долго с ним разговаривали об этом. Тимофей честно признался, что прилег перед стартом отдохнуть. И оказалось, что в голове практически пробежал гонку. Спортсмен редко признается в таких вещах. Конечно, мы наигрывали в эстафету и лапшина. У нас на каждом этапе были дублеры. Но на данный момент именно те, кто бежали сегодня, были сильнее. Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона. Читайте также.